В эфире информационная программа «Неделя города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания «Файербах». Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батарей салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине «Файербах» на парковке у торгового центра «Премьер». И вот о чем расскажем далее. Об основных достижениях и будущих проектах состоялась итоговая пресс-конференция губернатора Николая Любимова. Региону грозит экологический кризис. Годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятия составляет около 100 тысяч тонн. В прокуратуре подвели итоги года экологии. Потушить не успели. В Рязани на улице Пушкина сгорел автомобиль. Середа праздников и корпоративов. В городе стартует охота на пьяных водителей. Главным политическим событием этой недели стала встреча губернатора Рязанской области с журналистами. На пресс-конференции по итогам года политик ответил на актуальные вопросы и обозначил главные решенные проблемы региона. Из решенных, конечно же, вопрос об обманутых дольщиках. Это задача номер один, отметил Николай Любимов. То есть 6 домов введено уже в этом году. В следующем году должно быть 12 введено. И в 2019 мы должны все 28 уже окончательно домов ввести. И это действительно проблема, которая очень нелегко решается. Из успехов на втором месте. Это привлечение средств из федерального бюджета. Они пойдут на строительство БСМП, детского сада в Кольном и школы искусств на третьем повышение инвестиционной привлекательности области. Мы все-таки стали более привлекательными в этом году для инвесторов. И с нами стали, во-первых, подписывать соглашения, вести переговоры. И перестали инвесторов считать Рязань какой-то не очень привлекательной площадкой для инвестиций. Традиционно на каждой пресс-конференции Любимова спрашивают о судьбе главной здравницы региона – санатории Сосновый Бор. И на этот раз вопрос наконец решен. Организацию удастся сохранить как санаторий. Собственники ООО «Сосновый Бор» санатория безвозмездно передали в собственность Рязанской области санаторий. Поэтому в ближайшее время мы начнем гасить, естественно, долги по зарплате. И, посоветовавшись с общественностью, будем думать о том, как нам дальше развивать санаторий. Ну, поскольку он теперь будет находиться в областной собственности, у нас развязаны, во-первых, руки в отношении дальнейших шагов по развитию санатория. Во-вторых, мы прекратили, естественно, процесс раздербанивания, извините, изображения земли и имущества. Мы его остановили и будем сейчас, соответственно, то, что можно еще возвратить, возвращать в плане движимого имущества. Да, там земля, понятно, она областная, никто ее теперь никому раздавать не будет. Ну, а от себя могу сказать точно, что мы должны сохранить профиль Соснового Бора как санаторий. Высказал губернатор и свое мнение относительно увеличения стоимости проезда в муниципальном и коммерческом транспорте. По словам главы региона, мера эта вынужденная и продиктована необходимостью буквально спасать муниципальные транспортные предприятия от банкротства. То, что городская дума такое решение приняла, это свидетельствует о том, что, наконец-то, они стали заниматься транспортом, как надо. Я скажу даже больше. Вот сейчас мы с коллегами из города вынуждены просто спасать эти два предприятия. Долги, которые накоплены в настоящее время обоими этими предприятиями, составляют почти полмиллиарда рублей. Журналисты обратили внимание губернатора на дороги, которые в текущих погодных условиях начали активно разрушаться. Я тоже за этим смотрю. Они появились либо вновь, там, где не было, либо там, где был проведен не капитально, а ямочный ремонт. То есть надо их заделывать, естественно, не дожидаясь весны. Потому что, во-первых, это неудобно для людей по ямам и по этим скакать. Во-вторых, ямы имеют свойство расширяться, если с ними ничего не сделать. Технологии эти есть, техника есть, необходимо все это поправлять. И об этом знает и город, знает и областное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Бывшее училище связи может стать рязанским аналогом Сколково. Николай Любимов рассказал, что в настоящее время решена одна из основных проблем. Объект был заложен всего за 300 миллионов рублей, когда его стоимость в разы дороже. По словам губернатора, регион успел вывести здание из-под удара. В следующем году в здании появится инновационный научно-технический центр. Это комплекс изданий, в том числе и со спортивной инфраструктурой, и со структурой определенного отдыха дня, с инфраструктурой питания и так далее. Чтобы это был реально действующий, хороший, привлекательный комплекс для работы. В ходе общения с журналистами глава региона ответил более чем на 40 вопросов. Пресс-конференция стала последней в этом году. В феврале Николай Любимов пообещал подвести итоги за год работы в Рязанской области. Алена Куклева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Клепиковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе, в результате чего произошел разлив топлива в близлежащий выдаем. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы около 50 единиц техники и более 100 сотрудников компании «Транснефть». ЧП произошло 18 декабря в районе деревни Уткино в Клепиковском районе. Причина – незаконная врезка. Криминальная врезка устранена в 7 утра 19 декабря. Продуктопровод «Новка и Рязань» работает в штатном режиме. В настоящее время идет работа по ликвидации последствий разлива. Черезчайной ситуации нет. Специалисты ведут очистку. На месте в течение всего дня работают представители Росприроднадзора. Проверку по данному факту проводят сотрудники природоохранной прокуратуры. Дизельное топливо в объеме примерно 9 тонн поступило на рельеф местности. В настоящее время представителями Росприроднадзора отбираются пробы почвы. Министерством природопользования в свою очередь отобраны пробы воды для установления факта загрязнения и в дальнейшем расчета ущерба, причиненного данным объектом окружающей среды. Чтобы не допустить дальнейшего разлива нефтепродуктов и их попадания в реку, ручей Переустка сотрудники Транснефти перегородили специальными бонами. Шесть устройств поставили в день аварии. И еще два сегодня. Установлены шесть рубежей задержания и локализации продуктов. Объем предположительного выхода 9 кубических метров. Устраним срок до 25 декабря. Из-за личной наживы на краже топлива, который составляет несколько тысяч рублей, ущерб наносится колоссальный. За прошлый год хищение топлива прямо из трубопровода произошло более 50. Это данные по Московской области. Нередко незаконные врезки приводят к разливу нефтепродуктов. А любители легкой наживы становятся не только похитителями, но и виновниками в причинении ущерба окружающей среде. По закону, таким преступникам грозит до шести лет лишения свободы. Какими будут последствия этой аварии, зависит от оперативности специалистов в транснефти. Они обещают закончить работы по ее устранению в кратчайшие сроки. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В ночь и среды на четверг жители района Гуроща могли наблюдать сцену, как в настоящих боевиках. На улице Пушкина взорвался внедорожник. Происшествие очевидцы засняли на камеру. Обескураженные происходящим жильцы близлежащих домов проснулись среди ночи от громких хлопков. Многие из них сняли ЧП на видео, другие выбежали на улицу, чтобы отогнать свои машины. И все граждане находились в ожидании спасателей. В 2 часа 43 минуты 21 декабря на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре от очевидца по адресу город Рязань, улица Пушкина, дом 27. По прибытию пожарных подразделений огнем был охвачен автомобиль Toyota, а также была угроза возникновения и развития распространения пожара на соседние автомобили. В 3 часа 10 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара огнем был уничтожен автомобиль Toyota, а также повреждены два рядом стоящих автомобиля Peugeot и Nissan. На месте пожара работала оперативно-следственная группа в составе эксперта из спасательной пожарной лаборатории. В настоящее время проводится процессуальная проверка по данному факту. Причина пожара устанавливается, выясняются все обстоятельства происшедшего события. По результатам будет принято процессуальное решение. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В преддверии новогодних праздников охота на пьяных водителей усилилась в разы. На помощь автоинспекторам выходят и бдительные рязанцы. В четверг вечером автолюбители задержали пьяного водителя. Соответствующий пост и видео разместили в социальных сетях. На Муромском шоссе они увидели иномарку со странным стилем езды. Автомобиль несколько раз задевал отбойники, но продолжал движение, несмотря ни на что. На светофоре очевидцы попросили мужчину выйти из машины и отдать им ключи. На кадрах видно, как позже появляются сотрудники ГИБДД. В комментариях поступок оценили по-разному. Одни пользователи считают, что следовало просто передать пьяного мужчину родственникам и не сообщать в полицию. Другие утверждают, что нарушитель должен понести заслуженное наказание. В ближайшие дни в регионе начинаются новогодние корпоративные праздники, которые многие отмечают распитием алкогольных напитков. Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством после принятия спиртного категорически запрещается. Данный факт может привести к печальным последствиям. В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с одновременным лишением права управления на срок от полутора до двух лет. В случае, если нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования на данное состояние, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Рязанская прокуратура заявила об угрозе наступления экологического кризиса. 21 декабря состоялось тематическое совещание под руководством прокурора области. По информации ведомства, годовой объем выбросов из загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятия составляет около 100 тысяч тонн. Ежегодно в регионе образуется более полутора миллионов тонн мусора. Несанкционированных свалок отходов производства только в этом году прокурорами области выявлено более двухсот. Лидирующее место среди экологических преступлений занимает незаконная рубка лесных насаждений. В меньшей степени незаконная охота и рыбалка. Равнарушения в сфере экологии вызывают обычно большой общественный резонанс. Между тем количество таких преступлений за последнее время существенно возросло. С 63 за 10 месяцев 2016 года до 83 за аналогичный период 2017. Ситуация далека от благополучия. Я считаю, что нам незамедлительно стоит принимать дополнительные меры и усиливать межведомственное взаимодействие по выявлению, расследованию и профилактике таких правонарушений. Подрезанию жители нескольких деревень оказались отрезанными от мира из-за дождей затопило мосты и дороги. Сводку декабрьского паводка выпустила служба МЧС. Потоп произошел и в подвале одного из домов областного центра. Там под воду ушел весь цокольный этаж. Коммунальщики, в свою очередь, на проблему не отреагировали. К качествам работы жилищно-управляющей компании «Роща-1» жильцы дома номер 105А по улице Островского недовольны уже давно. В подъезде у них не убирают, но ремонт они делали сами, своими силами, 8 лет назад. Однако главная проблема на сегодняшний день состоит не в этом. И если бы через камеру можно было передать тот запах, который здесь стоит, вы бы поняли, что это дело пахнет отнюдь не керосином. Практически невыносимый запах канализации докучает жильцам этого дома уже не первый месяц. Причина этого проста и понятна. С 27 октября происходит затопление общедомового подвала, а также цокольных помещений с точными водами. И если жильцов пока беспокоит только неприятный запах, то собственники нежилых помещений несут реальные убытки. Все они уже не раз обращались во все возможные инстанции. У ЖК – городская роща-1, администрацию, городу, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, водоканал. Однако ситуация пока не изменилась. Службы водоканала и управляющие компании практически на протяжении почти двух месяцев бездействуют. Потому что на сегодняшний день, а сегодня у нас 21 декабря, авария не устранена. Поступление с точных вод как было, так и есть, так и продолжается. Идут одни отписки, составление актов, сборы комиссий без какого-либо видимого результата. После осмотра комиссии, которая все-таки выехала на место, было выдано заключение, что коллектор водоканала находится в исправном состоянии. В актах указано, что нужно произвести герметизацию подвала и откачать воду из коллекторов. Сделать это обещали до 25 декабря. Однако жильцы опасаются, что за четыре дня ничего не изменится. Отвратительный запах, полнейший антисанитарей, огромные крысы не так пугают жителей, как трещины, которые стали появляться на несущих стенах. Люди боятся, что однажды их дом просто рухнет. У соседей по квартире на четвертом этаже пошла трещина. То есть где-то усадку дает фундамент. И в квартире пошла по основной стене, пошла трещина. То есть что дальше будет, я не знаю. Я думаю, что это будет такая же ситуация, как на улице, в переулке осеннем, когда произошел взрыв. То есть люди писали, говорили о котельной. Никому дела до этого не было. При очередном обследовании, это было 9-го, то ли 12-го декабря, значит, нашли причину, ну в смысле, место поступления вот этих вот канализационных стоков в общий подвал дома. Я сам лично там присутствовал, когда искали, откуда же идет поступление. Значит, идет поступление канализационных стоков из-под фундамента дома. Два буруна, достаточно серьезных. Мы позвонили в управляющую компанию «Городская роща-1», где нам пояснили, что наконец-то нашли причины происходящего. И в ближайшее время будут предприняты действия для ее устранения. МПТС с водоканалом совместно будут скрывать асфальт, копать перед входом со стороны Островского. То есть 99% из 100, что именно повреждения и пересечения трасс, водоканала и ЕРМПТС. Все на ушах не только сегодня, но и вчера, и позавчера, с той пятницы, с вчера на пятницу. Значит, сейчас все это дело рассматривалось на всех уровнях. То есть я думаю, что в эти дни ближайшие наконец все это дело произойдет. Нам очень долго не могли найти причину основную, откуда идет поступление и так далее. То, что это извне, это однозначно. В любом случае, наша телекомпания будет поддерживать связь с жильцами и отслеживать изменения ситуации. Надеемся, что еще до Нового года люди смогут в буквальном смысле этого слова вздохнуть спокойно. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Они – люди универсальной профессии. Могут потушить огонь, осушить затопленный поселок, достать людей из искореженных авто или снять котенка с верхушки дерева. И имя им одно – спасатели. Как работают рязанские спасатели, увидела Анна Герцовская. После поступления сигнала на пульте дежурного в пожарную часть номер 2, расположенную на улице Горького, огнеборцы меньше, чем за минуту, собрались и выдвинулись в путь. На этот раз днем, 18 декабря, вызов оказался ложным. В детском саду, расположенном в Дашково-Песочне, сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в здании решили организовать проверку оборудования, перед этим не предупредив пожарных об этом. Вы предупреждаете? Здравствуйте. Работаете по пожару без опасности? Конечно, ладно. Надо звонить. Надо звонить. Сначала звонить. Мы в курсе, да. Потом срабатывать. Потом выгодить. Они наоборот. Что бы ни случилось, пожарные, они же спасатели, готовы сразу же прийти на помощь. 1 января 2002 года почти 300 тысяч сотрудников Государственные противопожарные службы вошли в состав МЧС России. С тех пор в функции огнеборцев входит и проведение аварийно-спасательных работ. Каждая часть нашего города имеет лицензию, так называемый допуск на проведение аварийно-спасательных работ. Каждый сотрудник нашей части – аттестованный спасатель, который подтверждает, защищает свою квалификацию раз в три года. По словам самих спасателей, за последние годы структура МЧС получила большое развитие. Повысилась социальная защищенность сотрудников. Государство выдает им премии и квартиры. И, конечно же, все чаще происходит смена парка пожарных автомобилей. Этот красавец только недавно появился в Рязанской пожарной части. Машина предназначена в большей степени для ликвидации последствий аварийных ситуаций на дороге. На каждой пожарной машине у нас есть гидравлический инструмент, с помощью которого режутся машины, вытаскиваются пострадавшие. Есть носилки специальные. Для вскрытия дверей есть специальное устройство. Для поднятия автомобиля, если они перевернулись. Для вскрытия металлических дверей при пожарах в жилых домах чаще всего используется бензорез. Этот же автомобиль оснащен и всем необходимым для тушения возгорания. Его можно подключить к пожарному гидранту. Собственная цистерна для воды здесь небольшая. В отличие от этого КАМАЗа, который принимал участие в том числе и в тушении лесных пожаров в 2010 году. Так что в зависимости от ситуации из шести различных автомобилей, пожарные этой части выбирают наиболее подходящий и выдвигаются на место ЧП. В зависимости от ранга пожара на место могут съехаться десятки автомобилей. Одним из объектов повышенного внимания, который находится на охране этой пожарной части, является драмтеатр. На драмтеатр у нас пожар номер 3. Это будет 16 цистерн, 4 автолестницы, автомобиль газодымзащитной службы, автомобиль штабной и привлекаются спасатели городские и областные наши. Так что в случае спасения драматического театра будет задействовано как минимум 100 человек. При этом каждый из сотрудников МЧС является крепким духом, человеком. Спасатели – очень организованные люди, умеющие четко и грамотно выполнять свои функции. За это их ценят не только население, но и государство. К примеру, Виталий Болонин в 2006 году получил награду от правительства Рязанской области за спасение погибавших. Пожар произошел в топ-диспансере, горел регистратур, было сильное задымление и я спасал дежурного врача по автолестнице с 4 этажа здания, за что и получил данную награду. И таких людей в нашей области достаточно много. А пока город живет без пожаров и аварийно опасных ситуаций, сотрудники пожарной охраны не сидят на месте. 18 декабря они провели проверку нескольких социально значимых объектов. В преддверии новогодних праздников нами проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов, где будут проводиться елки с массовым пребыванием людей, детей. Вот именно в данный момент было проведено обследование кинотеатра «Октябрь». Пожарные спасатели проверили исправность пожарных гидрантов, расположенных рядом с объектом, работу эвакуационных выходов и пожарных кранов в самом здании, а также провели противопожарный инструктаж с руководством объекта. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». В последнее время доверчивые жители, особенно пенсионеры, распахивают двери своих квартир перед мошенниками, которые представляются сотрудниками газовой службы. После очередного такого обхода лжегазовщиками из квартиры пожилого жителя села Заоковская пропала крупная сумма денег – более 100 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Буквально через пару часов после совершения кражи похищенные сбережения пенсионера 107 тысяч рублей изъяли. К хищению оказались причастны две резанки – 52 и 20 лет. Молодая женщина беспрепятственно вошла в дом пенсионера, потому что входная дверь была не заперта. Пожилой человек спал, но после появления в прихожей незнакомки проснулся. Представившись работником газовой службы, злоумышленница расспросила хозяина дома о состоянии газового оборудования и, убедившись, что все в порядке, ушла. Оказывается, во время визита женщины, пока хозяин был отвлечен беседой, ее помощница незаметно вошла в дом и осмотрела комнату. Обнаружив в одном из укромных мест мебели наличные деньги, женщина похитила сбережения и вышла на улицу. На этой неделе итоги года подвела и рязанская молодежь. Самых талантливых и активных наградил почетными грамотами губернатор области Николай Любимов. В зале более 300 человек. Они представители самой талантливой и активной молодежи, победители всероссийских конкурсов и проектов, руководители детских и молодежных организаций, члены молодежного правительства и волонтеры о том, что рязанская молодежь – одна из лучших в стране, говорили в рамках подведения итогов уходящего года в сфере реализации молодежной политики в области. Итоги ошеломляют. Мы уже сегодня сказали об этом, что 26 молодежных проектов привлекли 15 миллионов рублей на их реализацию в Рязанской области. С учетом нашего бюджета, который 9 миллионов на мероприятия в год, еще 15 было подключено ребятами. Это очень огромный вклад самой молодежи в реализацию молодежной политики для самой себя. Нам очень приятно, что средний возраст ребят, которые делают молодежную политику, он стремится к возрасту тех самых ребят, для которых ее и делают. Лучшие достижения наградили региональными и ведомственными наградами. Отдельно отметили и участие рязанской делегации во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в октябре проходил в Сочи. Вы проявили себя как неравнодушные и перспективные люди. Отдельно хотел бы сказать и о участии рязанцев в 19-м Всемирном фестивале в Сочи. Мы там встречались и общались в разных форматах. И меня очень порадовало, что наших ребят отличает желание созидать, начинать и делать что-то новое. Следующий год объявлен Годом волонтерства. И уже сейчас определены основные векторы развития для работы на 2018-е. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. И напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам отличных выходных. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр» поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей! Будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер» павильон на парковке. ТЦ «Премьер» павильон на парковке.